Дом Работа с детьми всегда очень интересно. Это самые отзывчивые, самые крутые вообще люди, с которыми лучше всего работать. Поэтому дети, робототехника, это тоже пришло абсолютно случайно, но это очень интересно, меня затянуло буквально за месяц в эту всю историю. И мы начали с маленького количества занятий, и сейчас мы уже доросли до уровня федеральных судей, мы участвуем в федеральных соревнованиях. Я работала просто преподавателем в другой студии, но я человек такой, который я не люблю, когда мне приходит какая-то идея. У меня есть план грандиозный по захвату мира, и у меня возникают ограничения со стороны других людей, со стороны руководителей, как правило, это бывает. Поэтому я решила, что лучше я сама буду руководителем, и буду сама рулить, сама придумывать. И мы, собственно говоря, с дочерью вдвоем рулим и разруливаем. Изначально была цель поставить на рельсы таким образом, чтобы кормить семью. То есть это не было хобби, это не было какой-то такой маленькой-маленькой работы, маленьким-маленьким занятием. Нет, это сразу... Эта студия, она изначально уже была задумана как источник дохода, на который, собственно говоря, приходится содержать семью. Я учусь постоянно. То есть у меня, помимо моего стандартного набора образования, педагогическое образование, потом экономическое образование, год назад я получила диплом коуча международный. Сейчас я учусь в университете на курсе антикризисного управления бизнесом. То есть я постоянно повышаю свою квалификацию для того, чтобы не только с детьми работать, но и, собственно говоря, бизнес выстраивать. У меня очень много времени для того, чтобы проводить его с детьми. Не только с теми детьми, которые у нас в студии, но и со своими детьми. Вот, поэтому нет, я не жалею ни в коем случае. И мало того, я готова это развивать, в этом развиваться. И детей своих я тоже настраиваю на то, что очень важно уметь самим зарабатывать. То есть не ждать помощи откуда-то, а делать так, чтобы всегда была возможность заработать самим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!